Катар представит на выставке Экспо-2017 свои последние разработки в солнечной энергетике. Государство намерено укрепить сотрудничество с нашей страной в этой области. Катарский опыт и казахстанский кремний могут обеспечить взаимовыгодный общий проект, который вскоре заработает. С компанией Катар Solar Energy уже подписан меморандум на поставку кремния, ячеек для солнечных батарей и пластин в ДОХУ. Впрочем, стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество и в инвестиционной, торгово-экономической и культурной сферах. О совместных проектах настоящего и будущего в материале Назым Тенельбаевой. Катар не случайно называют жемчужиной Персидского залива. В свое время местные жители добывали здесь только жемчуг. Страна была самым крупным поставщиком драгоценностей по всей Азии, пока не обнаружили нефть. Благодаря природным запасам государства на северо-востоке Аравийского полуострова в списке самых богатых стран мира. Третья по запасам природного газа и шестая по экспорту. С нашей страной Катар связывает дипломатические отношения с 1993 года. Структура экономик двух стран имеет некоторую схожесть, и они располагают богатыми недрами. Потому как отмечали не раз лидеры двух стран много возможностей для совместной работы. Похожий облик двух столиц ДОХА, так же как и Астана, активно застраивается высотками с необычной архитектурой. Связывает две страны и сотрудничает со сферой горнорудной промышленности, сельского хозяйства и энергетики. К примеру, компания Катар Солар Энерджи готова сообщать с казахстанскими энергетиками и выпускать элементы для солнечных панелей. Это значимый проект для двух стран. Работа с казахстанскими бизнесменами уже ведется. Нас объединяет цель – двигаться в направлении развития экологически чистых источников энергии. И проведение международной выставки Экспо-2017 в Астане этому способствует. Катар и Казахстан связывают и социальные, и культурные проекты. Катар в свое время помогал построить столичную мечеть Нур-Астана. Обсуждается вопрос создания общего инвестфонда. Из действующих проектов совместно с катарской стороной ведется работа по строительству школы имени шейха Тамима Бенхамада Аль-Тани в Астане и реабилитационного центра для жертв ядерных испытаний в семье. Объем катарских инвестиций в целом составил свыше 9 миллионов долларов. Сейчас решается вопрос, какие разработки будут представлены на выставке Экспо-2017 в Астане. К ее проведению для граждан двух стран предлагается отменить и визовые требования. Назовите Нильбаева, Жумагали Бергебаев, Юрий Тео, 24КЗ, Доха.